Инновационные проекты и новые партнеры. Гомельское отделение Белорусской Гандлево-Промысловой Палаты проводит бизнес-дни. Представительное международное мероприемство промерковано до 15-й республиканской выставы «Бизнес в регионах». Наши корреспонденты доведались об самых незвычайных и перспективных идеях, которые огучили отделники форума. Юнтер Вайдеман приехал в Гомель с Германии. Сфера деловых интересов – перепроцовка Шклаев и творчество шклопакетов. Юн володой группой компаний, 15 объектами, которые находятся на родине бизнесмена, а так само в Польше и Нидерландах. На их працюе около 1500 человек. С нашим регионом трывалые экономичные связи. Коля 5-ти годов Вайдеман супрацовничает с предприемством Гомельшком, набывая буйные парты их продукции. Оборот увеличается миллионами евро, а кроме того немецкая компания делится с Гомельским заводом своими новыми технологиями. За счет передачи своего опыта, своей информации. Сейчас Гомельстекло сделало огромный шаг вперед в плане выпуска энергоэффективного стекла. Следующим еще шагом явилось производство на Гомельстекло триплекса, или как его еще называют ламинированное стекло. В Большгрунтовном супрацовничестве с Гомельской областью затекавленный профессор Казахского национального аграрного университета Гульфарыдат Кампитова. В бизнес-днях удельничает другий раз. Я ее сфера интересов – укоронение инноваций в садоводстве. Совсем недавно заключили мы договор с Гомельской опытной станцией, где в будущем будем проводить совместные проекты по интродукции плодовых и ягодных культур. Для нас очень большой интерес представляет, так как Казахстан является плодовой зоной. И нам было бы интересно испытать сорта плодовых и ягодных культур именно в наших условиях. Об новых технологиях у сельской господарцы рассказывает и Андрей Черников, представник голландской компании «Топинг Норсвин» в России. Это самая инновационная гниточная компания в свете уголения свиногадоли. Мы это делаем в Гомельском форуме, пошук партнеров с лику, например, фермеров. Тех, кто затекавленный в вырошивании здоровых живел, с яких отримливают мясо высоких смаковых якостей. Компания занимается производством и продажей племенных свиней по всему миру. Представлена в 54 странах мира, то есть это глобальная компания и является на данный момент самая инновационная генетическая компания в области свиноводства. Ежегодно мы вкладываем в научные исследования и разработки порядка 21 миллиона евро. То есть ни одна компания больше этим не занимается. Все лето в делу в бизнес-днях принимают 18 краин. Уся ГОС Беларуси и Замежа на форум приехали около 200 удельников. Важно, что сиротых – шмат представников бизнеса, владельников компании с усветно-вядомыми назвами. Бизнес-дни мы как раз воспринимаем как большую-большую диалоговую площадку для того, чтобы могли вести переговоры наши предприятия. Что мне нравится еще в бизнес-днях в этом году, что заявилось много частного бизнеса. И частные компании, то есть они увидели и себя в рамках работы вот этих бизнес-дней. По выниках форума у Гомельской области повинны з'явиться новые надейные бизнес-партнеры. Она, что ее на свою чергу не только продемонструет, а и протягнет распоусюдживать свой лепший опыт у разных сферах экономики на европейские краины. Марина Джала, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Спасибо. Спасибо.